далеко да вы че офигели конечно далеко блин, а че мы разрабы думали а че туда ездить что ли будут так окей здесь наверное нужно повернуть на право отлично, че-то не подбили нас пронесло на этот раз окей можешь срезать через этот чертов парк а это как раз тут место, где сгорели все эти дома ну вы и приехали сразу шикарно ранчо искондидо 12 часов 30 минут ты знаешь, есть когда ты реально не потеряешь ночевая есть больше религии в конце ночевая чем в 100 категориях говорят про дубинку полицейского которая используется ночью я не буду вам еще раз повторять, сэр не указывайте мне, что делать и не делать на моей собственности это небезопасно, сэр а теперь отойдите или я вас привлеку к ответственности ах ты сука так, ну че, с ребятами нужно разбираться тут че, беспорядки по поводу сгоревших домов или че тут происходит а че, пристрелить его нельзя этого дядю а че, ну че, нет че, какие-то они слабые вернулся да ладно, хорош все отдыхай все, обезьянники сейчас их доставят спасибо, что помогли детективы эти ребята действительно хотели крови ладно, давай посмотрим может быть здесь что-то осталось на месте этого пожарища стоп так, берет кирпич тайник, что ли а, нет цемент, как пыль это, разве, нормально? говорят, про некачественные цемент и даже эта стена никак не укреплена то есть напарник Биггс говорит, что здесь реально строили не особо тратясь на качестве на качество строительства вот и отвалилась стена потому что она действительно никак не укреплялась к несущим конструкциям ну что, нам нужно биггс биггс созрел на посещение офиса элизиан при этом осознавая, что это может быть это на нем может погубно отразиться ну ничего садимся, прыгаем в машину погнали че тут давай, Биггс так, локации так, ну вот, да, у нас только элизиан доступен погнали да, пожарище пожарище, что надо было здесь че, будем сейчас говорить с элизиан элизиан пилдс девелопер опа ха, повезло да, ну, вообще бесполезно поднимать ой-ой-ой-ой, сюда точно не стоило ехать я думал, что как-то можно насквозь проскочить а оказывается нет там глухой забор так, здесь повернем еще супер так так попустят ну, вроде, нормально повезло, повезло а, вот и офис так, здесь повернем налево да что-то прям тут напортачил совсем недалеко оставалось заходим вперед здравствуйте девушка и фелпс и биггс лэпидзи хотим видеть лелуна бандро у вас назначено мы из полиции леди нам не нужны нам не нужно назначать это официальный расследование здесь два полицейских офицера хотят монро увидеть отправляй мы хотим поговорить с мистером монро я боюсь это невозможно у него достаточно плотный график и нужно договориться заранее об этом ну вот они тут начинают с пиксом ругаться по поводу мисс консино вы пропусти нас к монро или нам нужен официальный ордер нет необходимости джентльмены проходите мое укромное местечко ходите сигару или выпить немножко ребята да я выпил бы скотч биггс расследуем серию пожаров мистер монро это ужасно это ужасно ребята а чем могу помочь и флайеры они всегда находим на местах пожаров да вы сами да можете представить какой спрос на новые дома это ваше объяснение мистер монро объяснение ну что ж я провожу рекламные кампании на радио посредством билбордов а флайеры мы направляем тем кто на продает дома ты чё то сложно сказать либо он говорит правду либо нет но чё то он не то мы нашли мертвую семью в доме а другой дом тоже сгорел и там был флайер вашей компании и у нас информация что они не продавали свой дом мы каждый раз находим зажаренную семью и ваш чертов флайер с предложением продажи их дома что знать по поводу конкурса для семей с поездкой на остров каталины но мая компания провод много рекламных компаний я с этой не знаком так давайте посмотрим а вот а это просто утверждение а вот флайер ну вот да там на каталину было будьте честны со мной господин монро это уже ваше предложение вы можете придумать все что угодно сынок здесь требуется доказательство вот сейчас мы дадим тебе доказательство ваше лицо на всех флайерах мистер монро вы знаете по поводу призов для тех кто отказывается продать дом мое лицо бренд это часть рекламной кампании вы знаете что мэр и шеф полиции часть фонд ридевелопмент и что теперь вы их обвините в причастности к убийствам вы делаете предложение с покупкой дома ты садится сейчас пропустил а вы делаете предложение о покупке домов на территориях где часто происходят пожары Алиланд пандро отвечает что что Коул предполагает якобы о том, что он сжигает людей. Сжигает их дома, точнее, для того, чтобы продать новые, задает он вопрос. Что происходит с вашими планами, если какая-то семья отказывается продать? Мы работаем с ними, бизнес всегда найдет выход. Но это американский путь. Или американский способ. Ну же, мистер Монро. Вы думаете, что я поверю в это? Будете строить новый район, и посередине будет это сгоревшее развалино. Ответить на ваш вопрос будет правильно. Да, мы производим застройку вокруг таких домов, если там никто не соглашается их продать. Ага, 300 раз поверил. Продолжение следует... Продолжение следует...